Творческие рок-силы города встретятся на одной площадке меньше месяца. Остается до события, которого с нетерпением ждут все ценители авторской музыки. В Саратове стартует фестиваль «Желтая гора», который откроет 25-й юбилейный год по Волжского рок-движения. Многие люди далекие от этой темы представляют, что рокеры – это в кожаных куртках волосатые дязьки с бутылкой пива, со шприцом, секс на охотике и рок-н-ролл. Но это уже устаревшая давно модель, и рок-музыканты, и рок-зрители, рок-слушатели, они другие. Подготовка к главному рок-событию города началась еще в мае. Заявки на участие приходили со всех уголков области. В итоге отобрали самых ярких и талантливых. Среди них и уже известные, и только начинающие коллективы. В этом году мы пошли на следующее. В Саратове существуют рок-клубы. В данном случае мы определились с пятью рок-клубами, они как бы ведущие. Каждый рок-клуб выдвинул в качестве кандидата на соискание тех номинаций по одному коллективу. Конкурсный отбор еще раз доказал – Саратов продолжает оставаться одним из самых музыкальных городов России. Каждый год здесь появляются исполнители, которые с успехом заявляют о себе на различных фестивалях. «Желтая гора» – еще одна возможность подняться на вершину новым талантам. Одна из задач – донести до людей, что мы уже давно не в подвалах. И мы, наверное, как Юра сказал, в какой-то степени уже пример для гордости. То есть мы не просто там сидим дома на диване, вот так вот смотрим телевизор и с ним разговариваем. Мы пытаемся сочинять музыку, пытаемся донести свои мысли, идеи. Фестиваль пройдет в два этапа и закончится финальным галоконцертом, в который войдут самые лучшие номера. Организаторы надеются, что 12 часов живого звука любители рока оценят по достоинству. Что же касается победителей, их выберут в трех номинациях – лучшая группа, исполнитель и композиция. Главным призом для коллективов станет возможность выступить на главных рок-площадках страны. Жанна Гольцова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов.